На выступление 10 минут в него входит сама презентация, показ портфолио, а также блиц-тур. На днях в Ульяновске завершился региональный этап конкурса «Мама года». Больше 40 участниц боролись за главный титул. Номинации несколько – «Многодетная мама», «Бизнес-мама». В начале пути для женщин до 30 лет. Номинация «Преодоление» предназначена для маломобильных мам или тех, у кого ребенок с ограниченными возможностями здоровья. А если в семье есть приемные дети, то хранительница домашнего очага – участница номинации «Доброе сердце». Творческий подход – один из основных критериев, по которому жюри судили конкурсанток, но был еще один не менее важный. В первую очередь мы отсматриваем достижения детей. То есть по этим достижениям мы можем определить, как мама проявляет себя именно как мама, вкладывая в своих деток. То есть смотрим уже, в каких конкурсах принимают участие, что вместе делают, куда вместе стремятся, какие традиции сохраняются в семье. 27-летней Вере Фою вышел жребий выступать одной из первых. Многодетная мама из Ульяновского района представлена в номинации «В начале пути». Сейчас Вера в декрете, поэтому все свободное время посвящает семье и хобби. Девушка вяжет, рисует и пишет стихи. Все влечения стали экспонатами выставки. Экспозиция маминого мастерства – еще одно конкурсное задание. Мы обычная семья. Считаем главной, важной частью воспитания – это личный пример. Детей стараемся воспитать личным примером. Во все дела стараемся включать их, везде брать с собой, приучать к труду с малых лет. Они большие помощники у нас. Участница номинации «Бизнес» мама Наталья Заненко также всегда и везде вместе со своей семьей. На прогулку с супругом и детьми и поход в церковь также не обходится без сыновей. Их у нее двое. А также один бизнес с мужем на двоих. Но в последнее время мама из индийского района с головой окунулась в профессию визажиста. Свои работы, дипломы и награды презентовала на выставке. Я считаю, что очень хорошо, что такие конкурсы стали проводить, потому что мы, мамы, иногда, особенно когда только появляются дети, мы немножко забываем о себе во всей этой семейной рутине. А с тех пор, как появляется такая возможность поучаствовать в конкурсе, мы немножко обращаем внимание на себя. То есть есть возможность выйти по магазинам, что-то там прихорашиваться как-то. В общем, это здорово, что такие конкурсы проводят. Некоторые участницы заметно выделялись из толпы. Наталья Радушкина с Кузоватовского района, молодая мама двоих детей. В конкурсный день привезла с собой мордовский национальный костюм и угощение и группу поддержки. Меня сегодня приехали поддержать мой муж и моя сестра. Сестра является вообще матерью мордовской земли. То есть даже ее навыки хочу принять к себе и быть тоже, как она, мать. И хочу также своим детям быть самой замечательной, лучшей мамой. Имя победительницы озвучит 22 ноября в преддверии Международного дня матери. Помимо звания «Мама года», женщина получит главный приз конкурса. Правда, пока организаторы держат его в тайне. Рината Алиулова, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.